Праздничные мероприятия к Международному женскому дню Чемпионат по рубке шашкой Казарла На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленск АЭС сообщил о работе атомных станций концерна Росэнергоатом. Мощность по концерну 25 884 мегаватта, что составляет 98,9% от задания ФАС. Выработка 39,732 млрд. кВт. часов. О техническом состоянии Смоленской станции сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока, суммарная нагрузка 3210 мегаватт, существенных замечаний по выработающим блокам нет. Выработка электроэнергии за 12 дней марта составила 843 млн. кВт. часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 48 млн. С начала года выработано более 4,3 млрд. кВт. часов. Сверхплана 279 млн. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В преддверии Международного женского дня в городе Атомщиков Десногорский прошли праздничные мероприятия. Замечательный кулинарный подарок Смоленским Атомщикам приготовили работники общественного питания САЭС-сервис. В ассортименте мы представляем более 45 наименований. Различные салаты, сочные мясные и рыбные блюда, румяные пирожки с различными начинками, пирожные, выпечку из слоеного теста. В компьютерном зале второго этажа административно-бытового корпуса Смоленск АЭС разместилась удивительная выставка вышитых картин «Сделано с любовью», выполненных рукодельницами Атомной станции. В экспозиции более 70 произведений. Свои работы представили 12 рукодельниц. На открытии выставки заместитель директора Смоленск АЭС Анатолий Терлецкий отметил, что не перестает восхищаться женщинами-труженицами, которые успевают все. Прекрасно работать, воспитывать детей, вести хозяйство, а еще увлекаться удивительным искусством. Спасибо за вашу не только работу, за вашу активную жизненную позицию, за ваше творчество, которое вы радуете. Хоть возможность всем нам наслаждаться. Яркие пейзажи, иконы, портреты, натюрморты – небывалое разнообразие красок и тонов. Трудно поверить, что все это сделано иглой и нитями. В руках мастера они обретают поистине волшебную силу. В Центре информации связи с общественностью «Нитрино» прошел праздничный концерт «Для вас с любовью». В Десногорске состоялся межрегиональный отборочный чемпионат Центрального федерального округа по рубке шашкой Казарла. Состязаться в казачьем спортивном мастерстве съехали с делегацией из восьми регионов страны. Организаторами соревнований выступили Смоленская атомная станция, администрация Десногорска, Российская федерация рубки шашкой и Десногорское хуторское казачье общество. Казачество – это не увлечение, это образ жизни. Я занимаюсь вопросом возрождения казачества с 90-го года, то есть уже 26 лет занимаюсь с 91-го года. И скажу вам так, что есть будущее у смоленского казачества, есть очень серьезный потенциал. Казачество было одной из наиболее передовых частей русского народа и внесло огромный вклад в укрепление и развитие нашей страны. Я уверен, что сегодня на межрегиональном отборочном чемпионате по рубке шашкой Казарла вы блестяще будете отстаивать честь казачьего имени и воодушевите всех нас своим мастерством и удалью. По готовности руби! Красочные состязания развернулись на центральной площади города. Здесь были оборудованы спортивные площадки, организовано катание детей на лошадях, выступление Десногорского ансамбля «Вольная станица». А согреться участники и зрители могли чаем и душистой казацкой кашей, приготовленной на полевой кухне. Нам очень нравится, как проходит состязание рубка на скаку, как точно казаки рубят, как это правильно называется, жертв или еще что-то, как срубают баночки. По итогам состязания лидерами по количеству медалей стали делегации из Ярославской, Нижегородской, Брянской и Московской областей. Их представители смогут побороться на всероссийском чемпионате по рубке шашкой Казарла. 18 марта с 11.00 до 16.00 на улицах Десногорска пройдет большой общегородской праздник. Вас ждут игры, развлекательные программы, богатырские забавы, катание на лошадях, угощения казачьей кухней, конкурсы, призы, интересные фотозоны и множество других сюрпризов. Более 10 интерактивных развлекательных площадок будут открыты в этот день. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!